Как научить ребенка лишенного зрения видеть прекрасное? Могут ли незрячие люди понимать и ценить изобразительное искусство? Ответы на эти вопросы получила наша съемочная группа, побывав на необычном мастер-классе в художественном музее. Третьеклассники из школы для слабовидящих в музей ходят регулярно. Сейчас их пригласили познакомиться с новой экспозицией, посвященной 80-летию художественного училища. Незрячим детям разрешают то, что категорически запрещается всем остальным посетителям. Трогать руками полотна, гладить скульптуры, ощупывать изделия декоративно-прикладного творчества. Автор проекта Людмила Кадикина каждый раз убеждается, эти ребятишки самые благодарные зрители. Подлокотники, ну еще хорошенько почистили и лаком покрыли, поэтому тебе так приятно гладить. А еще и можно создать свою собственную осень. Фитодизайнер Татьяна Боярская не первый год мастерит с ребятами такие симпатичные вещицы. Зимой они плели рождественские венки, сейчас делают осенние открытки. Незрячие дети прекрасно знают цвета. Ну обычно мы создаем ассоциации. Трава вот зеленого цвета, солнышко желтого цвета, небо голубое. И только так, наверное, притягивая это к какому-то предмету, создавая ассоциацию, мы даем им ощущение цвета. Осень на открытке получается узнаваемой. Красный разлапистый лист, пушистый плед, теплый бок, мурлыкающие кошки. Что уж тут непонятного. И зрение здесь играет далеко не первую роль. Ведь у человека целых пять органов чувств и любовь к прекрасному. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.